Замечали ли вы, что сегодня в 20 лет девушки сметают с полок магазинов антивозрастные крема, а патчи под глаза лет так с 12 уже накладываются автоматом? Теперь в каждом доме вы скорее найдете запас одноразовых увлажняющих масок, чем соли или гречки. А все потому, что самое главное, что ценится сегодня, это нет. Не образование, широкий кругозор или тонкая душевная организация, а молодость. Согласитесь, на вас точно произведет неизгладимое впечатление человек, который в 40 лет умудряется выглядеть на 20. Но сегодня концепция старения выглядит довольно странно и неоднозначно. У подростков не спрашивают паспорт и спокойно продают алкоголь, потому как затонной косметике, маникюром росомахи и смелыми нарядами сложно заподозрить несовершеннолетнее существо. Но как только им исполняется 20, законсервировать себя на ближайшие лет 100 становится целью номер один. Иначе в 30 вас будут считать старушкой и начнут предлагать инвалидное кресло. Чтобы помочь нам в борьбе с возрастом, нам культурно впихивают все новые и новые технологии и средства по уходу за кожей, призванные гарантированно приостановить признаки старения. Ведь правильный внешний вид сегодня – это практически билет в красивую жизнь. Зная это, девушки готовы пойти на многое, включая процедуры с весьма непозитивными шансами на выживание. А антиэйдж-крема, сыворотки, филеры, ботокс, пластика, бады и даже омоложение органов – это, так сказать, база каждой уважающей себя красотки. Но, как мы до этого дошли, сейчас вам все расскажу. Я уже не раз говорила, что помешанность на молодости и красоте началась далеко не сегодня. В западной культуре первые неформальные упоминания «как надо» начинаются с Матфея Вандомского в 12 веке. Он описывает девушку с золотыми волосами, черными тонкими бровями, средним размером носа и губ, зубами цвета слоновой кости и бесподобной фигурой. Конечно, идеал не может быть одинаков, и какие-то более или менее значительные изменения вносятся регулярно. Например, в 15 веке было модно иметь массивный лоб, а в 16 родинки. Но в целом на протяжении всей истории идеалом служила светлая кожа, светлые волосы, здоровый румянец и, главное, акцент на молодости. А раз есть стандарт, значит и есть средства по его достижению. Еще с 2500 по 1550 год до нашей эры цивилизация Инда разработала порошки для улучшения цвета лица и лечебные травы для предотвращения выпадения волос. А Клеопатра каждый день купалась в ослином молоке, пытаясь сохранить красоту. Для этого ей требовалось молоко каких-то семи сотен ослов. Сегодня каждый может почувствовать себя Клеопатрой, так как желание выглядеть молодо мы ей не уступаем. Хотя, знаете, была все-таки одна интересная группа людей в 16 веке, которая продвигала идею о том, что старение — это неплохо. В 1550 году Луиджи Карнара опубликовал книгу «Искусство долгой жизни». Там он говорил, что узнал, насколько прекрасен мир только в преклонном возрасте. А значит, старость — время, которое должно быть самым желанным. Мыслители эпохи просвещения Бенджамин Франклин и Бенджамин Раш также продвигали идею, что старость несет новую мудрость. Но это только одна сторона. А есть еще и другая, где женщины готовы накладывать себе на лицо куски сырого мяса в надежде уменьшить морщины. Елизавета Первая для молодости лица использовала смесь творога, яичного белка, измельченной скорлупы и семян белого мака. Знаете, у меня при виде такого сразу идет флешбек к этим желтушным заголовкам. «Соседка три дня ошивалась у квартиры, учуя в запах еды, пока я не дала ей рецепт». В общем, времена меняются, а люди, верящие в целебные свойства сметаны и соленой рыбки натощак, остаются. Были в истории и приятные моменты. Францужники, например, в 1700-х годах пытались избавиться от морщин выдержанным вином. Только вот интересно, они его внутрь или наружу употребляли? Вы как думаете? Подобным методом, кстати, пользовались и в Древней Индии, только вместо вина у них было жидкое золото. Именно так называли масло кхи. Оно невероятно полезное, содержит незаменимые омега-3 и 6, масляную или нолевую кислоты, которые способствуют восстановлению здоровой микрофлоры кишечника, а также витамины А, Д и Е, отвечающие за хороший иммунитет и многое-многое другое. В общем, не просто так ему дали такое название. Честно говоря, мне самой захотелось попробовать что-то подобное, поэтому я заказала себе на Валбере с несколько напитков с маслом кхи от компании Вастека. У них 5 видов напитков. Я взяла попробовать 3. Какао, ячмень и цикорий. Ячмень обладает хорошими профилактическими свойствами против гриппа и простуды, что очень актуально, потому что в межсезонье я легко заболеваю. Цикорий же заинтересовал меня своими ярко выраженными свойствами антидепрессанта. Это вообще, на мой взгляд, обязательные свойства любого напитка в 21 веке. Ну, а какао я просто люблю. Оно мне настроение поднимает. Еще меня покорила простота их использования. Достаточно насыпать в кружку 2-3 ложки, заварить горячей водой, и можно наслаждаться невероятным вкусом и пользой. Что я, собственно, уже успела сделать очень много раз. Какао оказалось очень ароматным. Его я точно закажу еще раз. Цикорий меня удивил, потому что даже без содержания кофеина он мне дает такой приличный заряд бодрости с утра. А ячмень оказался настолько сытным, что после него часа 4 вообще есть не хочется. Что для меня, человек, у которого постоянно тянет что-то пожевать, является отличным лайфхаком для подготовки к лету. А вообще, все напитки с кхи обладают свойством контроля аппетита. И приятный бонус, они не содержат лактозы и казеина. В общем, для тех, кто бережно относится к своему организму, такие напитки просто идеальный вариант. Так что, определенно рекомендую их попробовать. Напитки с кхи от Вастека есть как на Валберес, так и на Озон. Ссылку на них я оставлю внизу под видео. Переходите и наслаждайтесь. А я сделаю еще глоток, и мы продолжаем. В 1800-х годах все зашло еще дальше, и появилось массовое производство бьюти-продуктов. Вот тут-то женщины оторвались по полной, заставив с ними считаться. Флоренс Найтингейл, Грэм, Ак-Элизабет Арден и мадам Си-Джей Уокер стали настоящими магнатами в индустрии красоты. И чем дальше, тем больше. Омолаживающие процедуры начала 20 века представляли из себя различные средства для восстановления мышц, накладки на лоб и подбородок. А также очень популярную в то время омолаживающую венскую маску от Элизабет Арден. Для проведения этой процедуры отливалась гипсовая копия лица, после чего вручную по этой форме изготавливали мягкие маски, в тандеме с которыми использовали электричество. Стоило подобное удовольствие около 400 тысяч рублей. Признавайтесь, уже вознесли хвалу за то, что сегодня присутствуют удобные, недорогие и эффективные тканевые маски. Я лично раз пять. Ну и знаете, неудивительно, что при такой тесной взаимосвязи между молодостью и красотой связь между возрастом и уродством только усиливается. Думаю, вы не раз видели в диснеевских мультиках по типу Белоснежка, Русалочка или Рапунцель, Старую Злую Ведьму. Одинокая, незамужняя, несчастная и страшная. Знаете, по-моему, образ пожилой женщины сегодня невероятно извращен. Сейчас основной образ бабушки — это не милая, заботливая и мудрая женщина, а страшная людоедка или ведьма, которая кроме страха, неприязни или отвращения больше ничего не испытывает. В общем, ох уж этот кинематограф. Молодость ценится не только во внешности, а во всем. Стоит только вспомнить, насколько любят СМИ говорить о молодых людях и их достижениях. Выпуски со статьями по типу «20-летний предприниматель», «гендиректор» или «IT-специалист» заработал очередной миллион всегда привлекает гораздо больше интереса и внимания. Люди сегодня буквально помешаны на продуктивности и достигаторстве, поэтому нет ничего удивительного в том, что пожилые люди быстро выходят из игры и обесцениваются. И знаете, далеко не последнюю роль в этом сыграли соцсети и мой любимый TikTok. Раньше, когда люди не знали, что самое главное, чего им не хватало в жизни, был ретинол и витамин С, то наносили на кожу лосьон со свинцом и постоянно находились на солнце, чтобы приобрести красивый золотистый оттенок. Все это приводило к тому, что молодые люди выглядели старше своих лет, и эту разницу во внешнем виде легко заметить благодаря соцсетям. Но знаете, им же и стоит сказать спасибо за коридоризмальное изменение взглядов и промывание мозгов. Сейчас поймете, о чем я. Эти две подруги на самом деле мать и дочь. Когда вы смотрите на их воду, то понять, кому из них 18 не получается. Фильтры и все такое. Но и на видео мама выглядит невероятно молодо для своих 43-х. Женщина этим гордится и открыто делится своими секретами красоты. Выглядеть так хорошо и помогают гены и здоровый образ жизни. Она практически не употребляет алкоголь, не курит и обязательно использует гликолевую кислоту, витамин С и ретинол. Похоже, теперь я знаю, какие средства буду скупать оптом. Знаете, даже я, глядя на таких представительниц прекрасного пола, готова раскошелиться и попридержать старость. Что уж тогда говорить о девушках, которые практически с рождения живут в подобном информационном давлении. Ведь они, по сути, готовы скупать любую, даже минимальную возможность оставаться прекрасной вечно. Ушлые маркетологи это, конечно, все знают и пользуются, придумывая от старения все более необычные вещи. Ну, например, соломинку от морщин. Когда вы пьете из обычной соломинки, то сильно сжимаете губы, что впоследствии приводит к заломам и морщинам. А это чудо-устройство помогает избежать ненужных последствий. Ну, спасибо, дорогой ТикТок. Плюс одна фобия в копилочку и плюс один товар в итак разрывающуюся корзину на озоне. Еще одна девушка в погоне за молодостью учит не использовать свои мышцы на лице. Ваша мимика должна быть минимальной, даже если вам очень смешно или грустно. С одной стороны, я согласна с тем, что лучше предотвратить проблему, чем ее исправлять, и не имея ничего против, например, легкой гимнастики для лица. Но не использовать мимику вообще, не знаю, я бы таких людей преследовала со святой водой и молитвами для изнания от бесов. Вообщается возрастной ТикТок порадует вас миллионами видео нереально полезного контента. Вот, например, еще несколько популярных советов. Спать только на спине, чтобы не заработать лишних морщин на лице. А в подвешенном состоянии, наверное, еще лучше. Так и на спине морщин не будет. Шея тоже подвержена возрастным изменениям, поэтому не стоит наклоняться вниз и смотреть. От этого тоже появляются морщины. А еще гравитация не дремлет и тянет ваше лицо вниз. Так что отказываемся от гравитации. Для вечерней рутины у некоторых девушек существуют буквально шкафы средств по уходу за кожей. Думаю, еще немного, и нам будет предлагать собрать 15 колбочек с кровью детственниц, чтобы предложить их вселенной в обмен на вечную молодость и красоту. А все потому, что в ТикТок каждый уважающий себя драматолог, косметолог и диетолог говорит, что ваша утренняя рутина по уходу за кожей лица должна состоять из 20 шагов. И вдобавок к этому, каждое утро на завтрак ты должен съедать по 5 кг сырой капусты. Иначе можно копить на похороны к 30. Конечно, кроме всяких процедур, вам нужно правильно питаться. Как это правильно, вам тоже расскажут. Как только вы проснулись, нужно выпить большой стакан молока, а потом большой стакан сырых яиц. Да и правда, зачем время терять на термическую обработку, когда его можно потратить на более полезные дела? Например, на борьбу с ременелезом или трехенелезом. Потому как обедать предстоит сырым мясом. Ну, экстремальника надо признать. Люди сегодня и, конечно, ТикТок просто одержимы женской красотой. Алгоритм работает так, что он показывает видео похожего содержания, но в разной обертке. Таким образом, идеально подобранный алгоритм побуждает нас скролить ленту бесконечно. Достаточно один раз посмотреть суточное видео о пластической хирургии или популярных омолаживающих процедурах и все. В следующие пару месяцев вы будете наблюдать уколы в губы, новые зубы и счастливые видео до и после операции на нос. Но самое страшное, мне кажется, это то, что хотите вы того или нет, в вашей голове начинает усваиваться нормальность и даже необходимость подобных процедур. На что они, собственно, и рассчитывают. 30 лет назад женщины читали журналы, смотрели телевизор и только оттуда они могли узнать, как должны выглядеть. Сегодня же потребление контента, а значит и давление, увеличилось в разы. В соцсетях мы проводим очень много времени и каждый день видим не одну статью и три рекламы, а сотни бьюти-роликов. Поэтому не важно, насколько вы красивы или богаты, в один из дней вы все равно начнете чувствовать неуверенность относительно своей внешности. Думаю, неплохо было бы снизить подобную вероятность, поэтому приглашаю вас к себе в соцсети. Там я делюсь мотивационными видео, интересными статьями и фактами из мира красоты и красивой жизни, и там у нас старит мягкая и дружеская атмосфера. Буду ждать вас там. Что касается подростков, им тоже не повезло. Не повезло иметь родителей, одержимых тем, чтобы их чадо было самым красивым на районе. В Азии, например, культ внешности доведен до такой высоты, что делать операцию неидеальному ребенку для родителей порой важнее, чем устроить его в хорошую школу. Так этот ребенок в 9 лет попал на операцию по двойному веку. И это не может не тревожить. Ребенок в этом возрасте должен еще в куклы или вольнушку играть, а не ложиться под нож хирурга, чтобы стать красивым. Знаете, я вот думаю, какое влияние на самом деле оказывает на нас общество, что дети в 9 лет хотят, чтобы добрый дядя-доктор сделал их красивыми. Каждый день мы видим молодых людей, которые легко зарабатывают миллионы в месяц, занимаются спортом по 4 раза в неделю и питаются смузи. Ничего удивительного, что мы ощущаем давление и мысли, что пора менять себя. Раньше мы сравнивали себя с людьми из нашего района, теперь благодаря инстаграму со всем миром. Там все ожидают от тебя, что ты будешь идеальным, полностью самодостаточным, обеспечивающим себя и живущим отдельно в своей собственной квартире уже к 20 годам. Наверное, поэтому подростки и кажут нам старше, так как у всех стоит приоритет на взросление и скорейшую самореализацию. Хотя нет, не у всех. Азиаты всегда придерживались противоположной точки зрения. У них, можно сказать, вообще вечная любовь к девушкам-подросткам и детям. Их фильм и сериал я стараюсь не смотреть в принципе, потому что не стоит только их включить, как я начинаю сомневаться в собственном зрении. Ведь у героев там настолько гладкая кожа, что иногда создается ощущение, что их просто всех отгладили утюгом. Что касается фигуры, то идеальная фигура должна быть на уровне африканских детей, на грани жизни и смерти. И у меня складывается впечатление, что сегодня толстой считается любая девушка, которая не унесет ветром. Ведь худоба и некоторая нескладность — это признак подростков, а значит, молодости. Вот и приходится приносить в жертву мясо и конфеты. У них есть еще несколько интересных канонов красоты. Например, валики под глазами, высокий голос и инфантильный характер. Надеюсь, подобное до нас не доберется, а то процент адекватности и так оставляет желать лучшего. В фильмах главной целью часто становится поиск зелья, которое снова сделает героя молодым. В реальной жизни оно уже существует и называется Ботокс. Сегодня он очень популярен, и его делают в каждой клинике и косметическом салоне мира. Он уже приобрел статус повседневного обычного средства, которому никто не удивляется и делает без опаски. Ровно до того момента, как их самих коснутся осложнения. Вот полюбуйтесь. Теперь один глаз этой женщины всегда будет подмигивать. Не думаю, что она хотела именно этого. Но ничего удивительного в их случае на самом деле нет. Ведь Ботокс — это очищенная и разведенная форма ботулотоксина. А этот токсин является естественным побочным продуктом микроорганизмов, вызывающих ботулизм. Что на минуточку является потенциально смертельным и паралитическим заболеванием. И напрашивается вопрос, когда люди начали вводить в себе подобное. В 1970-х годах доктор Ален Скотт использовал эту форму для лечения блефороспазма. Это когда человек бесконтрольно и постоянно моргает. И назвал ее акулином. Затем Эдвард Шанс начал использовать ботулотоксин для лечения косоглазия. Так, к 80-м годам этот токсин начал регулярно применяться в офтальмологических и неврологических отделениях. Затем в 87-м году офтальмолог Джин Карутерс провела эксперимент и ввела ботокс в лоб своей ассистентке Кэти Биккертон. И менее чем через неделю обнаружила, что морщины на ее лбу магическим образом испарились. А затем исчез и акулином. Зато появился ботокс. В 91-м году Ален Скотт купила акулиниум примерно за 9 миллионов долларов и переименовала его в ботокс. А в 2002-м году FDA одобрила этот препарат для косметологических процедур. И к 2015 году более 11 миллионов человек в США вкололи себе ботокс от морщин. Надо признать, что многим людям нравится полученный эффект, но его действие не очень долговечное. Поэтому получать очередную дозу приходит раз в 3-6 месяцев. Выгодно, но правда не нам. Кстати, если у вас еще нет глубоких морщин, то вам все равно следует начать колоть ботокс просто в меньшей дозе. Ну, для профилактики. Говорят, что если начать колоть его рано, то морщины у вас появятся намного позже. Просто универсальнейший препарат. Однако есть мнение, что если вы будете водить ботокс на протяжении многих лет, то мышцы станут слабее и площе. В результате кожа будет выглядеть более хрупкой, и если вы не колете его везде, а исправляете только одну зону, лоб, например, то это может привести к более скорому появлению морщин на другой зоне. Например, на носу. Какая-то спорная эффективность получается. Да и если честно, когда я смотрю на людей без ботокса, то морщинки наоборот добавляют им жизни и обаятельности. Мимо людей с ботоксом тоже невозможно пройти мимо, но немного по другой причине. Ну, вы замечали, например, что при использовании ботокса и филлеров лица постепенно приобретают одинаковые черты, и все становятся похожими на родственников. Люди находятся в бесконечном поиске способов увеличить продолжительность жизни, потому как молодость и красота дают вам множество преимуществ. Поэтому есть люди, которые не размениваются на какой-то там ботокс и решают проблему на корню. Меня буквально поразила новость о том, что сверхбогатый предприниматель, настоящий мегамиллионер Брайан Джонсон, которому сейчас около 45 лет, пытается вернуться в свои 18. У этого человека целый штат специалистов из 30 врачей и экспертов в области здравоохранения, которые следят за каждой функцией его тела. В этом году он готов потратить не менее 2 миллионов долларов, чтобы иметь мозг, печень, легкие, сердце, почки, сухожилия, зубы, кожу, волосы, мочевой пузырь, прямую кишку и мужское достоинство 18-летнего парнишки. Он, кстати, уже начал путь по восстановлению своей молодости, и это занимает не так уж много времени. Плюс-минус полный рабочий день. Ну, а вы что хотели? Красота требует жертв. Так вот, встает он в 5 утра, принимает по 2 десятка бадов и лекарств, а затем делает часовую тренировку высокой интенсивности. В течение дня Брайан потребляет 1977 калорий веганской пищи. Не знаю, откуда такое число, может, желудок или кишечник нашептал, ведь рецепты блюд меняются в зависимости от его биологических показателей. Спать Джонсон ложится в одно и то же время, и только после двух часов ношения очков, блокирующих синий свет. Но это так, мелочи. Ведь еще он ежедневно измеряет десятки показателей. Уже сделал 33 тысячи снимков своего кишечника и приобрел очень важное в его жизни устройство, которое подсчитывает количество его эрекций за ночь. Какой основательный мужчина? Девчонки, вот его фото, если вдруг когда-то увидите, то бегите, мои родные. За внешним видом тоже нужно следить, поэтому миллионеры ежедневно используют 7 видов солнцезащитного крема. Что-то ботокс уже не кажется мне таким экстремальным видом омоложения. Джонсон говорит, что делает это не только для себя, но и для всего человечества. Ведь эти эксперименты с телом должны помочь людям на пути к вечной молодости. Похоже, мне уже пора откладывать на домашнюю криокамеру или пожизненного психолога, который поможет смириться с рожденным несовершенством, старением. А на этом сегодня все. Ставьте лайки, пишите в комментариях, как вы относитесь к ботоксу и антиэйдж процедурам. И какой уход предпочитаете сами. А я с вами прощаюсь и до скорых встреч.